Всем привет! Меня зовут Антон Пельчер, я инженер и занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Если вы интересуетесь темой выращивания рыбы в УЗВ, наверняка вы сталкиваетесь с огромным количеством информации о том, а что же нужно для того, чтобы выращивать рыбу, какое оборудование можно поставить, какие дополнительные опции можно поставить. В общем, информации реально много. Но, если вы только в этой теме стартуете, наверное, важно понять, а что же минимально мне нужно поставить как фермеру, для того, чтобы моя ферма заработала. И уже потом можно, как говорится, наворачивать эту ферму всем остальным. Так вот, именно сегодня я как раз об этом и расскажу. Обязательно смотрите этот ролик до конца, потому что в нем я разберу каждый основной элемент оборудования и инфраструктуры, которые требуются для того, чтобы успешно выращивать рыбу в УЗВ. Но сперва две важных вещи. Первое. Я буду сегодня говорить только о выращивании рыб в УЗВ, потому что то оборудование, о котором я буду говорить, оно касается именно очистки оборотной воды. Второе. Я не буду говорить сейчас, наверное, о выращивании рыб где-то на заднем дворе или экспериментах у себя дома. Я все-таки буду говорить о более-менее промышленных фермах. Поэтому усаживайтесь поудобнее, а мы поехали. Ну и начнем, наверное, мы с самого основного. Это создание инженерной инфраструктуры. Оборудование необходимо где-то размещать. Это очевидно. Так как мы с вами говорим про круглогодичное выращивание рыбы в наших северных широтах, то, конечно же, утепленное здание это обязательно, потому что круглый год должна быть одна и та же температура в ваших рыбоводных бассейнах. Итак, здания ангарного типа, одноэтажные, с высотой потолков от 3 метров и выше. Из ангаров подойдут бескаркасные ангары, ангары из сэндвич-панелей, из пеноблока, ну, в общем, из разных материалов. Полы. Бетон, как правило, толщина плиты 150-200 мм, двойное армирование для того, чтобы установить достаточно тяжелые бассейны и оборудование, заполненное водой. Инженерные системы. Это водоснабжение, скважина или водопровод, канализация либо центральная, либо автономная с очисткой. Электроснабжение, то есть линия электропередач, как правило, 380 вольт. Отопление. Может быть, различные. Это газ, пеллеты, уголь, сжиженный газ. Ну, на самом деле, большое количество вариаций в зависимости от того, в какой стране вы живете и, в общем-то, в каком районе этой страны вы живете. Что у вас более дешевое, более удобное, можно использовать в качестве источника отопления. Ну и вентиляция, как правило, приточно-вытяжная для того, чтобы нам обеспечивать нормальный воздухообмен в этом помещении. И освещение, чтобы, вот как здесь и сейчас, можно было видеть рыбу, можно было работать с рыбой. Поэтому еще раз подчеркну, для успешно функционирующей рыбоводной фермы очень важно нормальное подходящее здание со всей инженерной структурой внутри. То есть просто какого-то освещения без вентиляции, без воды, без канализации, конечно же, не хватит. То есть помещение должно полностью быть укомплектовано всеми необходимыми инженерными системами. Ну и начнем наше знакомство с технологией с рыбоводных бассейнов. Конечно же, это самое очевидное. Ну а где, собственно, рыбе сидеть, где рыбе расти, для того, чтобы вырасти до товарной навески и быть проданы и съедены вашим потребителям? Конечно же, в рыбоводных бассейнах. Это самая, наверное, затратная по объему и площади часть фермы. В них сидит рыба под высокой плотностью посадки. Бассейны могут быть совершенно разных форм и размеров, но, как правило, они круглые, либо это бетонные прямоугольные каналы, если мы говорим про какие-то форелевые фермы открытые. Но, как правило, бассейны либо из пластика, это полипропилен, полиэтилен, это самая распространенная история, например, в России и странах СНГ. Это может быть бетон. Как правило, очень большие рыбоводные фермы, а также фермы канального типа строятся именно из бетона. Бетон шуточку более сложный, наверное, дорогой и долгий в строительстве, но при этом многие предпочитают также бетон. Это стеклопластик, кто-то использует ПВХ-пленку, на самом деле. Я лично не являюсь ее сторонником. В общем, вариантов материалов масса, но я вам скажу, самые два популярных это либо пластик полипропилен, полиэтилен, либо бетон. Еще, кстати, бывает микс бетон футированный пластиком, то есть выстеленный. Следующее, это механическая очистка. В процессе жизнедеятельности рыба сидит в бассейнах, рыба кушает корм, рыба выделяет фекалии в воду. Естественно, их нужно чистить. Иначе, если их не убирать из воды, у нас с вами рано или поздно система полностью засорится, это все будет в жабрах рыбы. Ну, в общем, хорошего ничего из этого не будет. Поэтому, конечно же, первое, что нужно делать, это отлавливать механическую взвесь из воды. Как правило, для этого используется барабанный фильтр. Это самое распространенное устройство. Это барабан, обтянутый микросеткой. Вода попадает внутрь барабана, фильтруется через микросито размером от 40, как правило, до 100 микрон. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Когда сито засоряется, по датчику уровня срабатывает промывка, и промывочный насос под высоким давлением смывает всю грязь в канализацию, и начинается новый цикл очистки. Барабанный фильтр полностью автоматический. Следующий это биофильтр. Помимо механической взвеси в виде фекалий, рыба также выделяет в воду растворенные загрязнения органические. Это, в первую очередь, аммиак. Аммиак токсичен. Если мы его не будем удалять, то он будет накапливаться в системе и вызывать отравление у рыб. Поэтому биофильтр – это обязательное устройство в любой системе УЗВ. Так как органические загрязнения, растворенные типа аммиака, невозможно удалить барабанными фильтрами, вообще любыми механическими фильтрами, для них придуманы вот такие устройства, как биофильтры, которые и достают их из воды. Как они работают? По сути, любой биофильтр – это субстрат, на котором закреплено максимальное количество бактерий. Бактерии заводятся там сами, просто дай им субстрат. И они как раз-таки потребляют аммиак из воды и перерабатывают его сначала в нитриты, а затем в нитраты. И на выходе из биофильтра мы получаем вместо токсичного вредного аммиака относительно нетоксичные и безвредные нитраты. Биофильтр может быть разных технологий. Есть капельные биофильтры, есть на погружном слое статичном, есть на плавающей загрузке. Я, как правило, использую либо биофильтры на плавающей загрузке, либо в комбинации с тонущей. Безусловно, если мы говорим, например, про плавающую загрузку, нам нужна постоянная аэрация этого биофильтра, поэтому добавляются диффузоры или перфорированные трубы для подачи воздуха и барботажа. И воздуходувка – это компрессор, который нагнетает воздух. Биофильтр для постоянного барботажа, аэрации и насыщения воды кислородом. Насосы. После того, как вода прошла два самых базовых этапа очистки, это механическую и биологическую, вода, как правило, скапливается где-то в резервуаре. Мы называем его насосным резервуаром, то есть это самая нижняя точка системы, и именно из нее нам необходимо вернуть воду обратно в рыбоводные бассейны, как правило, еще через другие устройства очистки. Так вот, насосы забирают воду из самой нижней точки системы и подают ее в самую верхнюю, либо сразу обратно в рыбоводные бассейны. И именно так у нас начинает работать постоянная циркуляция. То есть вода очищается, сливается, проходит очистку, собирается в неком резервуаре, откуда насосы обратно забрасывают ее в бассейны. И этот цикл может работать до бесконечности. Вода в УЗВ используется до 200 раз, а иногда даже и больше в случае денитрификации. Так вот, насосы бывают центробежными, погружными, пропеллерными. Есть разные технологии производства насосов. Самое главное, как правило, в УЗВ используются низконапорные насосы. То есть это насосы, которые дают низкое давление, тем самым потребляют минимальное количество электроэнергии и дают большое количество воды, прокачивают. Такие насосы самые распространенные в аквакультуре. Насыщение кислородом. Ну, безусловно, так как у нас рыба сидит с вами в высоких плотностях посадки, и те, кто смотрят наш канал, прекрасно об этом знают. То есть до 50, до 100, иногда и до более высоких плотностей, до 150-200 рыба может сидеть в системе УЗВ. Конечно же, ей нужен кислород. Просто так этот кислород из воды она взять не может. Поэтому существует две основных технологии насыщения воды кислородом. Либо аэрация, то есть это насыщение, барботаж обычным атмосферным воздухом. Его выполняют компрессоры. Компрессоры нагнетают давление в диффузоры вместе с воздухом. И, соответственно, барботируют бассейн. Второй вариант – это насыщение воды чистым кислородом. Дело в том, что при высоких плотностях аэрации недостаточно. Все плотности свыше 30-40 кг на куб, они не смогут, как правило, работать без чистого кислорода. Так вот, именно в таких системах, а мы стараемся говорить именно об интенсивных фермах, используя чистый кислород. Так вот, этот чистый кислород сначала необходимо откуда-то получить. Для того, чтобы его получить, мы можем либо его купить в баллонах или сжиженных танках, резервуарах. Ну, я скажу честно, баллоны – достаточно дорогая история. Они под постоянное снабжение кислородом не подходят. Сжиженный кислород, в принципе, неплохой вариант. Но вот из опыта последней пандемии, он то есть, то нет, то дешевый, то дорогой, постоянно скачет. На самом деле, не очень стабильным оказался этот источник. И третий вариант – это производить кислород самостоятельно на месте. Для этого используются кислородные концентраторы. Это небольшое оборудование, которое концентрирует кислород чистый из воздуха. В воздухе содержится 20% кислорода и 80% других газов. Так вот, кислородные концентраторы, они забирают эти 20%, превращают их в 100%, то есть, концентрируя с другим кислородом, ну, не в 100%, а в 93-95%. И мы дальше насыщаем этим кислородом воду. Генераторы – это, по сути, то же самое устройство, только они более промышленные, более масштабные, имеют большие расходы и более серьезное оборудование. Но принцип работы один и тот же. Воздух пропускается через циолит, на циолите задерживаются все газы, кроме кислорода. Кислород проходит и подается в устройство насыщения. Ну и дальше второе – это устройство насыщения. Называется оно оксигенатор. Что происходит в оксигенаторе? Ну, в оксигенаторе мы наиболее эффективно смешиваем кислород с водой. Это происходит либо под высоким давлением, для этого тогда используются конусные оксигенаторы, либо при создании высокой площади контакта кислорода с водой. Тогда для этих задач используются либо оксигенаторы типа джет, в которых вода пропускается через сопла, либо безнапорные оксигенаторы. Кстати, кислородное оборудование, концентраторы, оксигенаторы, а также механическую очистку. В общем, мы со всем этим работаем, мы это умеем сами производить. Кому интересно, ссылки в описании, ролики на эти темы вы можете посмотреть, вы можете разобраться в том, а как же работает механическая очистка, насыщение кислородом, биологическая очистка. Ну, в общем, много информации. Кому интересно, разбирайтесь, смотрите, задавайте вопросы, пишите их в комментариях. Щит управления оборудованием. Ну, любым промышленным оборудованием необходимо управлять. Некоторое оборудование имеет свои, встроенные базовые щиты управления. Некоторые, например, как насосы, их, как правило, не имеет совсем. Поэтому на практике, на любой ферме, все оборудование подключается к одному общему мозгу, называемому щитом управления, в котором, как минимум, просто стоят автоматы, чтобы включить-выключить оборудование. Как максимум стоит микроконтроллер, умное управление, считывание различных сигналов датчиков, ну и так далее. Так вот, без этого щита управления, конечно же, работа фермы, ну, фактически невозможна. Ручная лаборатория. Ну, для того, чтобы вам понимать, а все ли в порядке на вашей ферме, а происходит ли нормально процессы очистки, или есть какие-то нарушения, а оптимальные ли параметры для вашей рыбы, вам необходимо как-то это замерять. Так вот, это как-то замеряется в ручной лаборатории. Это приборы, которые измеряют кислород, PH, азотную группу, аммиак, нитриты, нитраты. Иногда они замирают еще CO2, углекислый газ, редокс потенциал, ну и еще несколько других параметров. Так вот, для того, чтобы вам нормально работать, вам обязательно нужна хотя бы минимальная базовая ручная лаборатория. Она достаточно простая и недорогая, но она должна быть на каждой ферме. Ну и, наверное, последнее, что необходимо, это трубопроводы. Потому что именно по ним вода циркулирует между рыбоводными бассейнами и фильтрами очистки. По ним течет грязная вода, чистая вода, промывочная вода. По ним бежит кислород, воздух, ну и большое количество жидкостей и газов, которые участвуют в процессе очистки и рециркуляции на вашей ферме. Поэтому без трубопроводов эксплуатация фермы, ну, фактически невозможна. Только если вы не строите открытую канальную ферму, где трубопроводов, ну, почти нет. Хотя и там они нужны. Ну, наверное, из обязательного оборудования, без которого не будет работать ферма УЗВ, это все. Сейчас я просто перечислю дополнительное оборудование, которое, как правило, также используется на ферме. Но оно уже не обязательно. Оно просто либо повышает надежность, автоматизацию, удобство или качество воды. То есть это оборудование, оно дополнительно благоприятно влияет на работу вашей фермы. Что это может быть? Ну, например, обеззараживание. Ультрафиолет и озон снижают количество болезнетворных микроорганизмов. Они вообще, в принципе, убивают любые микроорганизмы, которые содержатся в воде. Что они делают? Они повышают безопасность. То есть они снижают вероятность заболевания рыбы. Следующая – это система мониторинга и автоматики. То есть это система датчиков, которая расположена по вашей системе, которая постоянно контролирует актуальное качество воды, работу оборудования, уровни воды, давления. То есть они следят за всеми процессами очистки и циркуляции на вашей ферме. Что делает система мониторинга? Ну, она также повышает безопасность. Автоматические кормушки. Ну, вообще, система кормления, она повышает удобство и снижает количество ручной работы. То есть вместо того, чтобы таскать мешки и вручную рассыпать корм по бассейнам, вы либо засыпаете его в бункеры один раз в день, либо вообще в случае применения централизованной системы кормления, вы просто один раз засыпаете бигбеги в бункера, и дальше они сами автоматом кормят всю рыбу на вашей ферме. Но это больше относится к таким нормальным промышленным фермам. То есть, по сути, система кормления снижает количество ручной работы, ну и повышает автоматизацию. Средства автоматизации, перемещения, сортировки и учета рыбы. Ну, что это такое? Это рыбонасос, сортировщик и счетчики. Вместо того, чтобы ловить рыбу сачком, перемещать ее руками или на тележках, и считать ее фактически руками, вы можете пользоваться этими средствами автоматизации. Рыбонасос автоматом выкачает всю рыбу из вашего бассейна, переместит ее на сортировщик. Сортировщик эту рыбу автоматом разделит по размерным группам, то есть посортирует на выходе счетчики, которые пересчитают эту рыбу, и дальше по трубопроводам рыба отправится уже в другие, например, бассейны после сортировки для дальнейшего доращивания или на отгрузку. Так вот, это оборудование, оно повышает удобство и автоматизацию, и снижает количество ручной работы. Система АПШ регулировки в автоматическом режиме отслеживает и регулирует ПАШ вашей воды, то есть в случае, если у вас вода начинает отклоняться либо вверх, либо вниз, насос-дозатор дозирует определенный реагент и возвращает ПАШ в то состояние оптимальное, в котором оно должно быть все время. Ну и, наверное, последнее, это резервный кислород. Если вдруг происходит какой-то сбой, авария на вашей ферме, то включается либо автоматом, либо вручную подача кислорода напрямую в бассейны, потому что если циркуляция на ферме останавливается, то оксигенатор абсолютно бесполезен. Кислород дозируется в бассейны, и вы таким образом выигрываете время на то, чтобы устранить неисправность, запустить, перезапустить снова систему УЗВ, то есть вы фактически сохраняете жизнь вашей рыбе, то есть это повышение надежности. Ну, безусловно, есть еще рыбоводный инвентарь, есть различное оборудование, которое может использоваться на рыбоводной ферме, но я думаю, что самое основное мы проговорили, а если вам было полезно, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, с вами был Антон Пельчер, и мой канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать на этом хорошие деньги. Пока!